Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидово, ну и мы продолжаем играть в снежный Dead Space 3. Ну что же, последние части мы в самом конце отогнали назойливого паучка или жучка или кто это. Который мешал нам воссоединиться с нашей командой и теперь я надеюсь мы с ними встретимся. Где-то здесь они спрятались от ненастной бури и монстров и оставили нам коробочку, да? Коробочку с боеприпасами и с инструментами, что нам весьма поможет. О, даже дверь за нас открылась, превосходно. Ух ты, какие переборки тут. Ну где все, где цветы, где шампанское, где фейерверки. Почему я никого не вижу? Что это у нас? Тяжелая станина? Пригодится. Все пригодится в хозяйстве. Так, а наверх это куда? Сейчас посмотрим. Прежде чем на лифте спускаться, надо сначала глянуть, что здесь. Так, что у нас тут? Какие-то записи, я смотрю. Импульсная винтовка. Оооо! Попробуем ее собрать, конечно, если у нас инструментов будет достаточно. Так, текстовое сообщение, давайте почитаем. Личный дневник к Блетти, что днем, что ночью все одно и то же, они появляются из бури и пытаются прорваться внутрь. Как же трудно выполнить этот приказ. Ты постоянно видишь знакомые лица, иногда они замечают тебе, и тогда в их глазах вспыхивает искра и узнавание. Как будто они вспоминают, что значит быть по другую сторону стены, в тепле и безопасности, живыми. Да, удивительно. Мне казалось, что... Ооо, и мы также нашли артефакт КССК, давайте прочитаем. Мне казалось, что они совсем уже, так сказать, без головы становятся. Но нет, оказывается. Выдержка из памятки легионера КССК. Приложение 12. Некроморфы. После недавних атак мы потеряли многих бойцов, но они отдали своей жизни не напрасно. Мы усвоили важные уроки. Неуклюжие существа, которых наши ученые называли некроморфами, состоят из костей и мертвой плоти других существ, в том числе наших павших солдат. Первый момент это приводит к замешательству. Сбивают с толку и даже шокируют. Но поддаваться... Но поддаваться это может быть психологическую логику этих существ, чтобы ослабить нас. Первостепенно важно стрелять по конечностям. В противном случае существа продолжают наступать, не оставляя времени на перезарядку. Выстрелы в тело и в голову это неэффективная трата боеприпасов, поэтому необходимо пересмотреть свои стрелковые навыки. Нельзя допустить, чтобы хотя бы одно существо прорвалось через стену. Любой из них может захватить целый фланг и начать процесс репликации за считанные минуты. Процесс, видимо, так сказать, удвоения, по-моему, если я не ошибаюсь. Репликация. И сейчас спустимся на лифте. Наверное, там-то как раз и должны ждать нас кавалерия. Наши друзья. Хотя, походу, тут кавалерия это... Мы в одном лице. И кавалерия, и флот, и армия, и танк. Импульсная винтовка. Наверное, она будет действительно неплохой. И очень-очень хочется увидеть ее. Где же выход? Ага. А где же все? Я не понимаю. Почему нас никто не встречает? Видимо, нам придется пройти еще через небольшое поле некроморфов. Дабы... Встретиться все-таки с нашей командой. Потому что сейчас я ее не вижу. Эта дверь закрыта. Давайте искать то, что открыто. Кажется, я слышу выстрелы там вдали. Может, просто ошибаюсь. Не знаю. Опять какие-то интересные переборки. Прям кусок стены поворачивается. И дальше двигается. О, какие фоточки. Личного состава. Not bad, not bad. Так, эта дверь закрыта. Значит, нам сюда. Еще одно сохранение. Интересно. Время. Айзак. Айзак, ты сделал это. Благодарю Богу. Я знал, что ты поднимался. Хорошо, что ты сделал это. Айзак. Да, может быть, мы должны дать тебе немного времени. Стоит? Что это значит? Это значит, что для кого-то, кто в прошлом, ты очень рада, видеть его. Мы нужны его. Это миссион нужны его. Мы нужны его, или вы нужны его? Ты что-то что-то сказать мне, капитан? Стоп. Просто стоп. Мы должны дать эту машину. И мы не знаем где-то еще где-то. Я думаю, что я знаю как-то найти его. Я был исключением о том, что осталось от исследований, и... Я думал, что все остальное было разрушено. Ну, компьютер data, да. Но написано в том, что написано сигнал-трacking эксперимент что поднимается в точке машины. Я думаю, что если мы повторяем это, мы можем сделать то же самое. Но... Это на другой конце комплекса. Да, все хорошо. Давайте посмотрим. Я могу использовать изменение санкера. Он настоящий хрень. Ты знаешь это? Да, уж он точно конченый придурок. Еще и ревнивый самец. Ну, в принципе, да. Я его немного понимаю. Глава 10. Теперь мы знаем. Штаб командования раскопками. Надим найти полигон. Итак, смотрите-ка, что у нас здесь. Босс ждет на станке. Окей, это хорошая информация. О, поглядите-ка. Еще один отсек, где нужен торсионный вал. Как мне подсказали в комментариях. Его можно скрафтить. Как же все просто. Его можно просто скрафтить. Посмотрите, сколько здесь находится всяких зданий. Неужели нам через все это придется пройти? А где мы сейчас находимся? Тут не написано? К сожалению, я не замечаю какого-нибудь флажка с надписью «Вы здесь». Ха-ха. Так, ладно. Неплохие тут апартаменты, вы поглядите. Диваны, все просто шикарно. Аудиосообщение, давайте послушаем. Ты такой человек, Сиранно? Эээ, нет, сэр. Я люблю корняк себе. Наверное, большой клишё, но ты просто не можешь его с хорошим сигаром. Что ты хотел сказать? Я не буду ловить, профессор. Я не люблю тебя. Где ты смотришь, где ты говоришь. Для того, чтобы ты занимаешься бизнесом. Слушай, адмирал сказал... Адмирал Грэйвз не ведет этот шоу больше. Я. Если вы нужны, чтобы помочь тебе снять все эти айс-кубы, которые ты экспериментировал на, вы пришли к мне. И только мне. Конечно, я просто думал, что... Я не знаю, как много поддержки у тебя в доме. Ты играешь в опасном игре, профессор. И здесь, ты играешь по моим рукам. Да, мы слышим голос серьезного и большого капитана, который не терпит никаких конкурентов. Давайте на станочке посмотрим, что нам принес наш бот. Тяжелая стандартная станина. Значит, отгрузка ресурсов. Отлично. Вольфрам, полуправники. Ну, маловато. Вольфрам можно было и больше. Хорошо. Вот, готов к отправке. О, и мы же подобрали ящик. Из ящика нам тоже много чего интересно нашлось. Так, базовый лазерный пистолет, дробовик. Нет, меня интересует то, что мы нашли. Нашли рецепт. Сейчас найдем, найдем, найдем его. Где-то он тут был. Ага, импульсная винтовка. Ну, я что-то смотрю, урон у нее не очень. Вольфрама нужно достаточно много. Проводников у нас практически есть. Классика. Скорострельная штурмовая винтовка с гранатометом. Ну, да. Урон, конечно, слаб. Урон, конечно, слаб. Но ничего, мне удивляет, что оружие Меллинир Х1, которое... Почему Х1, кстати, мне интересно. А, ну, в смысле, одну штуку мы скрафтим, понятно. Оружие с таким названием стоит так недорого относительно. Странно, странно. Какое у нас самое мощное оружие? Парализатор. Ну, да, ну, видимо, это выстреливает как-то, закрепляется или что-то наподобие этого. Ну, вы посмотрите, сколько на это нужно ресурсов, безусловно, там 700 вольфрама, откуда нам столько найти. Найти нам столько совершенно неоткуда нам этих ботов нужно засылать и засылать до бесконечности. Так, давайте отправим одного из ботов. Пусть здесь что-нибудь пособирает. Интересно, а если отправить ботов двоих в одну комнату, что-нибудь изменится? Да-да-да, я совсем забыл. Совсем забыл зайти в одну важную вещь и посмотреть, где я могу сделать себе торсионный вал. Так, модификатор. Создать предметы. Вольфрамовый торсионный вал. Вот он, вот он, красавец. Он стоит 20. Есть у нас 71 вольфрама. Ну, знаете что, давайте я скрафчу, конечно. Посмотрим, что это такое. И с чем его едят. Оно у нас в инвентаре, я надеюсь. Нет, стоп, его нету в инвентаре. А, нет, он у нас в предметах. Отлично. Пойдемте откроем и посмотрим все-таки, что там. Что там есть. Так, мы установили торсионный вал. Как его так крутить нужно или как? Торсионный вал готов к применению. Ну, и чего? Что-то он ее не крутит. А, нужно ее вдавить, все понятно. Все, открыли. Хорошо. Почему нельзя его вынуть обратно? Ну, что это за расточительство? Итак, посмотрим, что у нас здесь. Так. Открываем металлолом. Соматический гель. Стазисная батарея. Опять металлолом. Ну, как вы уже, наверное, догадались, я-то уже догадался, что это просто какой-то небольшой склад. Просто склад. Так, что у нас здесь? Пневматическая горелка. Интересно. Да, ну, на складе есть полезные ресурсы. Видимо, многое можно найти здесь. Типа вот этой пневматической горелки. Ну, да, 20 вольфрама тут стоит дважды подумать, прежде чем его делать. Почему он не может его забрать назад? Что ж такое? Если его там не было, и он туда его вставил, значит, можно забрать и назад. Но нет, видимо, нет. Так, посмотрим. Назад мы можем вернуться? Главное, зачем нам назад-то возвращаться? Нет. Давайте пойдем дальше. Куда нам по миссии и нужно. Да, именно туда нам и нужно. Давайте отправляться. Хватит шастать, бродить. Впереди еще много-много приключений. Так, это закрыто. Ага. Достали они, только и делают, что орут. Мы тут всю работу за них делаем, собственно, а они только орут на нас. Ох ты, что это было? Неужели опять жук проклятый? Как в душе ганикские люди находят нас? Давай, давай, беги! Ё-моё, неужели там еще и другие? О-о-о-о. О, да. Обалдеть. Это еще кто? Ну, елки-палки, нам не хватало еще других войск, помимо некроморков. Так, как тут спрятаться? Икс, по-моему. Давай, перезаряжаемся. Давай, давай, пригнулись, пригнулись, мы пригнулись. Отлично. Блин, эти уроды хуже некроморфов. О-о-о-о, елки-палки, гранатомет упал. То есть граната упала рядом со мной или, в общем, очень недалеко. Где мой дробовик? Достал меня, урод. Все. Оружие... Да, вы заметили, оружие тут же исчезает. Просто прекрасно. Как это логично. Давай, доставай. Оружие, блин, просто исчезает. Ну, супер. Ну, супер вообще. Ладно. Нет, ну, что это такое? Конечно, для разнообразия, может, и неплохо привезти сюда обычные войска, обычных солдат. Но, елки-палки, не хватило и некроморфов, честное слово. Где они пришли? Они должны оползать нас здесь. Это не возможно. Не через шок-спейс. Да? Ну, они сделали. Элли, вы можете сделать это в дом? Да, как они нас выследили, непонятно. Через прыжок, как сказали, выследить невозможно, но, как кажется, можно. Ну вот, нас там уже ждут, зашибись просто. А мы тут ходим, растаптываем эти ящички. Что, мы должны готовиться к обороне, что ли? Не люблю я вот такие моменты. Наверное, нет. Просто сваливаем на лифте куда-то там дальше. Да, вот для таких вот перестрелок, конечно... Вон они там бегут. Конечно, неплохо бы иметь обычное автоматическое оружие, типа импульсной винтовки. Стрелять в голову. Ох ты, ёлки-палки. Не хватает нам ещё и этих снайперов каких-то поганых. Так, это кто? Это свой, похоже. Смотрите-ка, он их расстреливает. Кто это? Что это? А, тут ещё и некроморфы, ё-моё. Вот это да! Ха-ха! На них ещё и некры вылезли. Зашибись. Ух, мы им башку, что ли, отстреливаем, ё-моё. Это что, граната? Фак! Обалдеть! Гранаты мне только не хватало. Давай, сдохни! Где там ещё одни? Я слышу, что где-то ещё есть. Где, 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 где? Так, кажется, здесь. А, нет. Они, наверное, в другом, другом где-то в каком-то помещении. Ё-моё, это значок гранаты просто люто меня пугает, на самом деле. Давайте дальше. Да, что ты предлагаешь? Он такой говорит, они выслитут Азика. А что, что ты предлагаешь, собственно? Давайте его бросим, да? На это всё время ты навекаешь. Магнитная волна. О, что-то интересное мы нашли. Давайте посмотрим, может, проапгрейдим хоть ИКС наш. Так, здоровье. Ммм, вольфрама, конечно, нет. Вольфрама никогда нету. Ладно, мощь кинезиса. У-у-у, зашибись. Так, то есть, это стазис, кинезис-танбот. Пять вольфрама стоят? Можно, конечно, купить. Ладно. Кстати говоря, я бота так и не запустил ещё одного. Давайте его запустим. Пусть здесь что-нибудь собирает. Не знаю, может, стоит его просто сбрасывать в ближайшей комнате. Так, станочек, мой станочек. Пока ты мне не нужен, пойдёмте дальше. О-о-о-о, давайте, некры, некры, разберитесь с ним. Разберитесь с ними, а я помогу. Ничего себе. Они заражают, что ли? Или что? Так, ладно, дробовик достану. О, давай, некр, мочи его. Не хочу с ним разбираться. Или я не понимаю, они что, заражают их, что ли? Ах ты гад! Вот ты сволочь-то, а! Давай, он, не кроме меня, пробежал, и его атакуют. Неплохо. Совсем неплохо. Ой-ой-ой-ой. Так, вот это я не хочу. Вот это мне не нравится. Сдохни, ё-моё. Куда ты? Да сдохни ты, добрый некр. Похоже, они прямо на глазах тут уже мутируют, и новенькие, новенькие некроморфы образуются. Это плохо, конечно. Солдатики-то попроще. О, что-то тут какой-то лабиринт. Вы не замечаете? Какой-то небольшой лабиринтик. Который мы забежали. Так, как выбраться-то? Наверное, не сюда нам нужно? Туда? Нет, не туда. И не сюда. Да, это тупик. Так, хорошо. Значит, другую сторону. Что ещё тут? Третьего не дано. Что-то из них мало чего вываливается. Давай. О! Немножко геля. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Фух. Ты куда ты встаёшь-то, а? Всё? Готов? Кстати, у них маски, как в этом, Army of Two. Так, где там кто? Главное, не давать им стрелять в меня. О, бот уже ждёт на станке. Шикарно. Давай, спускайся вниз. Один, второй. О, ништячки для нас. Ништячки как раз. Отлично. Так. О, это что такое? Найден артефакт. Ну-ка посмотрим. Личный дневник Эдмунд Варли. Сюда, где ведутся раскопки, мы находим их обледенелые трупы. И хоть Сирана утверждает, что они мёртвые уже пару миллионов лет, я никак не могу отделаться от мысли, будто бы некоторые из них всё ещё живы. Их глазницы пусты, если они вообще когда-либо имели глаза. Но я словно чувствую на себе их взгляд, тяжёлый, обозлённый, покоробленный вокруг них везде эти обелиски, древние монолиты, давно вымершие расы. Бывают дни, когда площадка для раскопок пустеет, я как будто слышу их голоса из недр льда. Словно шёпот на вертву. Отключи, отключи. Ух ты, интересно. Почему отключи, отключи? Неужели они сами хотят, чтобы отключили эти обелиски? Может быть действительно это какое-то что-то предыдущая раса, которая здесь была, вымершая. Она вымерла... Ух ты, ёлки-палки. Она вымерла именно из-за этих обелисков. Из-за того, что они что-то сделали, и обелиски начали из них превращать вот в таких вот монстров делать. Может и поэтому и они как-то пытаются пробиться сквозь века. Ха-ха, это у них такое задание, значит? Убить Азика Кларка и вы будете прославлены в веках? Да, как это всё... Как это всё обыденно. Как это всё обычно для какой-либо секты. Особенно в игре постоянно такие темы. Так, там у нас ничего. Ну, давайте дальше. Всё время эти переборки. Достали уже. Ага. Граната! Спрячемся. 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 Воу. Да где тут? Вот, вот, вот. Пригнуться. Отлично. Так, гранатка нафиг. Отойти от неё. О, как светится. Ёлки-палки. Проходим, проходим дальше. Проходим. Перезаряжаться. Давай, 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 давай. Ещё одна гранатка стазисная, что ли? Где ты? Где, 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 где? Где он? Где он этот говнюк? А вот это и. Привет! Да. Ещё одна граната. Да ёлки-палки, сколько же вас тут. Так, так, так. Давай, давай. Давай. Воу. Неплохо. Ну что, зону мы зачистили, похоже, да? Тут у нас, я заметил какую-то, ага, тут кооп-миссия. Ну, может быть, пройдём? Посмотрим. Если ещё, конечно, вернёмся к Dead Space. Ну, я думаю, что там ничего особенного. Собственно, как и эта фишка с торсионным валом. Думаю, что там что-то ого-го, а там обычный склад просто с какими-то инструментами. И вот ты думаешь, обменять 20 вольфрама на некоторые ништячки. Или не стоит. Или 20 вольфрама будет ценнее. Кто знает. Давайте дальше. Все эти переходы мне уже достали, честно. Одинаковые какие-то, клонированные. В него чужая башка влезла. Какая жесть. Да ладно, стреляющие некроморфы. Вот это жесть. Ё-моё. Давай, давай, давай. Фух, ё-моё. Куда он встает? У него ног нет. Похоже, именно у этих некроморфов нужно отшибать головы. Заметли, что это эффективно? Потому что в них влезает башка. Ё-моё, вы поглядите. Это же башка. Ва-а, какая гадость. Голова присоединяется к туловищу. И ва-а. Жрет его. Опять эти переходы. Да что ж такое? О-о-о, вы поглядите. Вот это жучара. Не дай бог мне с ним сражаться. Вот это жучара, так жучара. Да. Вот это да. Вот это огромный. Ладно, двигаемся дальше. Может, наконец встретим своих. Ни фига он злой. Ай, да что ж такое? Сдохни. Давай, 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 давай. Обоих, 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 обоих. Да, стрельни уже поверху. Во. Да. Эй, 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 жучки, 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 жучки. Достали уже эти каракатицы, долбаные. Да скинуть, скинуть, скинуть. Да хватит. Ползет ко мне и ползет. Ты долбаный. Ну, посмотрите, сколько у них превращений. Жесть. Жесть. По-другому и не скажешь. То он такой, то он сякой. Убивать и убивать, блин. Конечно, намного лучше просто ноги им отсечь и все, чтобы больше ничего не было, не мутировали больше. Самое, конечно, эффективное. Такс, тут у нас закрыто. О, надо взломать. Взломаем, почему нет? Сначала, конечно, я расшибу этот ящик. С ништячком каким-нибудь. Так, и сюда? А, сюда мы можем пройти? Ну, это какая-то дополнительная, что ли, миссия? Я не знаю. Наверное. Запомним эту дверь в любом случае. Давайте взломаем. Посмотрим, что внутри. Так, сюда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вот это да! Ух, елки-палки! Давай, дробовик. Полетел. Капец, откуда он взялся? Вот объясните мне. Не было ж тебя. Ну, не было. Стоял я, спокойно взламывал. Ой, говнюк. Так, один есть. Еще один есть. Так, пока все просто. Так. Ага. Все, взломали. Отлично, идем дальше. Бру, там никого не было? Никого вроде, никого. Нормально. Буровая платформа! Куда же мы пришли, елки зеленые? Ну, давайте посмотрим, куда мы пришли. Что у нас здесь есть? Надо, видимо, все это запустить. Метрический зонд. Какое-то дополнение, что ли? Давайте включим. Генератор наш. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, жесть. Убрать препятствия. Ну, я чувствую, смотрите, там две зарядки для стазиса по кругу. Ну, я чувствую, что-то тут точно будет. Давайте залезем на наш станочек. Нас там вроде бот ждет, если я не ошибаюсь. Вон, сколько мы всего. Два. Два бота нас ждут. Ууу, сколько вольфрамчика мы насобирали. Молодцы, отличные боты. Так, посмотрим, что у нас есть. Новых рецептов нету, да? Странно. А что же мы тогда находили? Пневматическая горелка. Урон у нее, конечно, дерьмовый. Сейсмоанализатор. Сейсмический датчик, который используют детонические. Ну, это мы сейчас и используем, конечно. Метрический зонт. Инструмент, выпускающий стрелы из закаленного сплава. Посмотрите зато, какая у него скорострельность. Мне нравится. Давайте я метрический зонт или нет? Что лучше поставить? Я пневматическая горелка. Ну, ха-ха, огнемет. Огнемет, конечно, неплохо, безусловно. Стрелковое оружие. Не-не-не-не-не. Никаких стрелковых оружий. Давайте метрический зонт я впаяю сюда. Так, а предыдущий-то я снял. Слушайте. Что у нас тут было-то? Гранатомет, что ли? Не знаю. Вроде снял. Не знаю. Не дай бог удалил. Было бы плохо, конечно. Пилорез. Инструмент короткого радиуса действия с навесным лезвием. Неплохие улучшения. Давайте посмотрим, что у нас тут с цепью. Ладно, с цепью все нормально. Станина. Тяжелая станина нам пока не нужна. Вариатор. Вот, вариатор. Давайте посмотрим. Есть модулятор. Производит полуавтоматический дротикомет. О! Но он урон снизит, зато увеличит скорострельность. Нет, спасибо. Не хочется мне что-то. Магнитная волна. Можно сделать болу из этой. Но опять же это снизит урон. Мне совсем не хочется. Совсем не хочется снижать урон. Может быть насадка? Насадка стазис поддержка. Создать новую насадочку? Может быть поджигатель? Модифицировать боеприпасы. Самозаряд. О! Усиленный огонь. Увеличивает ущерб от вашего оружия. Оружие напарника. О! Вот это клево. Подзарядка. Электризует боеприпасы, позволяя наносить дополнительный урон цели. Кислотная ванна окружает заряды кислотой, которая впоследствии наносит урон цели. Ну, тоже круто. Вселитель стазиса подборщик патронов. Взрывная мощь. Сколько тут всего есть? Усиленный огонь. Сколько стоит? Сто вольфрама. Ё-моё. Слушайте. Лучше я уже какое-нибудь новое оружие потом сделаю, чем сейчас буду сто вольфрама использовать на этом. Ну что же. Посмотрим, что это за дротикомет. Мы уже в следующей серии. На этом я решаю закончить эту серию. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. До следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok